В зимние месяцы дикие животные особенно нуждаются в подкорме. Для этой цели егери обустраивают специальные площадки на охотничьих угодьях по всей территории республики. На лесном фуршете побывала Фатима Даурова. Зимняя дорога в лес полна приключений и опасностей. Чтобы добраться до подкормочной площадки, нашему водителю пришлось постараться. Ну а на месте нас встретил Владимир Байрамуков, егер отдела охраны объектов животного мира и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии республики. Раз в неделю он со своими коллегами навещает подкормочные площадки. Опытный глаз следопыта сразу же определяет, кто недавно прошелся по рыхлому снегу. Вот здесь, видите, запорошило чуть-чуть сверху, а так это стоит кабана. Знаете, чем он отличается? Он такой же, как, ну, можно сказать, как у овцы, только сзади у него тоже такие наросты. А вот здесь вот более ярче видно, его нарост вот задний. Это именно кабанов эти отличительные черта. Обычно лесные жители приходят в лесную столовку по ночам и не встречаются с людьми. Меню разнообразное – зерно, сено. С весны егери заготавливают на зиму дубовые и крапивные веники. Ими любят лакомиться кабаны. Если зима снежная и морозная, с февраля по март подкармливают зайцев и фазанов. Им хватает фуражного зерна. И, конечно же, круглый год раскладывают всеми любимое лакомство – соль, лизунец. После циклонов снежный покров в урочище Кайнлы достиг 20-сантиметровой толщины. Засыпав все тропы и предложив всего два варианта обитателям леса. Это сутками лежать у себя на одном месте, чтобы сберечь энергию или все-таки пробиваться на подкормочные площадки, которые обустроены егерями. Звери привыкают, что еда раз за разом появляется в одном и том же месте и постоянно ходят поблизости, поджидая егерей. В принципе, егеря должны знать, где ходит зверь, какой зверь, сколько ходит. Поэтому мы подкармливаем по методу их скопления, где они чаще ходят, где они чаще собираются. По этим принципам. А обычно какие звери уже знают и приходят в тоновку в эту лесную? Здесь в основном кабан. Кабан сюда приходит, косуль здесь часто бывает, зайчики. Егеря не только подкармливают животных, но и организуют лечебные грязевые ванны для кабанов. Следы от такой ванны можно заметить на стволе дерева, где они обычно привыкли расчесывать шерсть. Там, где лужи, там, где грязь, кабаны любят такое место и делают там лёжки себе. Это так называемые места, где они могут лежать там, убивать своих паразитов и так далее. Обычно в такое место мы ещё добавляем немного масла. Масло имеется в виду машинного масла, которое тоже убивает этих паразитов. То есть это как бы антисептик своего рода. Уход за домашними животными, в отличие от диких, включает в себя контроль над их передвижением. Поэтому животноводы, фермеры, аграрии пользуются надёжной и эффективной преградой. Но есть обратная сторона столь выгодного электрического забора, которое наносит вред опитателям леса. Особое беспокойство у егерей вызывает современное огородительное устройство, которое в народе величается как электропастух. Оно препятствует миграции лесных животных, потому что попросту закрывает доступ к тропам, по которым привыкли они ходить. Каждый же знает, который особенно занимается сельским хозяйством, есть тропы, по которым ходят именно дикие звери. Ни лошади, ни кто-то ещё по лесу ходят в основном дикие звери, которые упираются в их пастухи и так далее. То есть оставлять, по крайней мере, места, не всё полностью закрывать, а оставлять какие-то места для того, чтобы эти звери могли обойти и пройти дальше, в лес или в другой участок и так далее. Всё закрывать, конечно, это очень плохо. Вот такое пожелание, такой совет я хотел бы дать. В этот день Владимир поделился с нами тревожными мыслями, что гложет видавшего виды охотника. В глазах егерам было столько досады, а в речи столько горечи, когда он говорил о так называемых «охотниках» в кавычках. Например, на внутренности и также рога, копыты, тоже косули, на которую вообще охота запрещена. Вообще. Вот когда мы ходим по лесу, бывает, что мы ткаемся на такие вот останки, и это говорит именно о браконьерстве. То есть это не волками съедено там, а именно шкура содрана аккуратненько, значит, в сторонку поставить. Волки так не делают. Волки так не делают. Так поступают двуногие хищники, которые, по словам егеря, группами выходят ловить адреналиновый кайф от охоты и забываются в угарном желании пролить кровь. Фатима Дорова, Максим Долгов. Вести. Карачаево-Черкесия. Усть-Джигутинский район.